Субтитры сделал DimaTorzok Объект 116 на 1020, зона 3 Проснитесь и пойте, мистер Фриман Проснитесь и пойте Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе И никто не заслуживает отдыха больше вашего И все усилия мира пропали бы даром Пока... Скажем просто, что вас час снова пробил Нужный человек не в том месте Может перевернуть мир Так проснитесь же, мистер Фриман Проснитесь, вас снова ждут великие дела Субтитры сделал DimaTorzok Я не заметил, как ты сел? Ну... Вот и конец линии Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17 С нами вы его выбрали Или его выбрали за вас Это лучший город из остальных Я такого высокого мнения о Сити-17 Что решил разместить свое правительство здесь В Цитадели Столь заботливо предоставленной нашими покровителями Я горжусь... Или же вас ждут неизвестные далии Добро пожаловать в Сити-17 Здесь безопасно Легат Отряд Откалибровать 100% Легат Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17 Сами вы его выбрали Или его выбрали за вас Это лучший город из остальных Я такого высокого мнения о Сити-17 Что решил разместить свое правительство здесь Какая-то ошибка У меня обычный миграционный билет, как у всех Возможно, несоходение численности 10-97 Заходи Помощь нужна? Нет, сам справлюсь Назад Я уж поболтаю с ним наедине Я должен тебе пиво Гордон, это я Барни из Черной Мезы Прости, что напугал Я разыгрывал представление перед камерами Я работаю на ГО для прикрытия Надо побыстрее, а то возникнут подозрения Я же никогда не выполню норму избиений Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой Извини, док Но посмотри-ка, кто здесь Боже мой Гордон Фримен Как неожиданно Я тоже не ожидал, док Он чуть не сел на экспресс до Новопроспект Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю, думаю Тут где-то была Арекс Может, она придумает, как его сюда доставить? Если он будет держаться подальше от постов Все будет в порядке Слушай, мне надо идти Мы и так сильно рискуем Хорошо Гордон, рад тебя видеть Ладно, Гордон Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому О, черт Этого я и боялся Давай сюда, Гордон Пока ты меня не засветил Поставь ящик, чтобы выбраться через окно И иди на площадь Я тебя позже найду Субтитры сделал DimaTorzok Позвольте мне зачитать письмо, которое я получил Уважаемый доктор Почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Искренне ваш обеспокоенный гражданин Позвольте мне зачитать письмо Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей Чувствую и несколько невысказанных вопросов Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления? И позволят ли нам размножаться? Чем отвечать на каждый из них вопрос Позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства Сначала давайте рассмотрим тот факт Что впервые в истории мы стоим на пороге без смерти Враг лечет за собой далеко идущие выводы Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей Он требует планирования и обдумывания Что идет вразрез с нашими психологическими установками В такое время необходимо, может быть, напомнить себе Что наш истинный враг — это инстинкт Инстинкты воспитывали нас, когда мы только становились Инстинкты предупреждали нас и оберегали нас В первые годы, когда мы делали первые орудия Готовились к нему Их вздрагивали от теней, скачущих на стенах Исчастный инстинкт Неотделим от своего двойника Истинкт Истинкт Неразрывно связан с обдуманным И теперь увидит истинную природу Но инстинкт знает о своей бесполезности И загнанный в угол зверь за что не сдастся без кровавого боя Вот так всегда Сначала здание, затем весь квартал Зачем им сюда приходить? Не беспокойся, я не найду причину Зачем им. уходи уходи я тут легавы он на нашей стороне внимание жителей замечено отклонение численности с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом внимание граждан производится проверка идентификации занять назначенные для инспекции места давай сюда быстро офицер приближается к цели давай высу на крыше а 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 и Продолжение следует... Продолжение следует... Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдёшь этой дорогой. Кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в чёрной месе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, не разговорчивый. Помнишь его по чёрной месе? Старого администратора. Хм, только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Доктор Брина. Забавно, что ты появился именно сегодня. Мы помогали людям сбежать из города пешком, через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай, я куплю тебе воды. И да, кстати, рада познакомиться. Ну, а чертовка! Куда она делась? Ламар, выходи оттуда! О-о, всё в порядке, доктор Клякер. Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная я Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже! Гордон Фриман! Это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятность. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. В этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупости. Твой талант превосходит даже твою красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ладно? Ну что, получилось? Вот таки. Черт, Гордон, ты разворошил улей! Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Не волнуйся, попадет со мной. Именно, барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачи. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик дать. Что? О боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют участь тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. А вот и... А-а-а-а! Черт, убери ее от меня! Ломар, вот ты где! Я думал, ты избавился от этой заразы. Конечно, нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. Это не то тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка. Запрыгивай. Нет, не туда! Нет! 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 Осторожно, Ломар. Эти приборы очень хрупкие. Бог мой. Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? А ну, Гордон, не стесняйся. Надевай костюм. Надевай костюм, Гордон. Гордон, костюм сидит так, будто на тебя сшит. Ох, он ведь действительно на тебя сшит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, боже. Док, на это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон. Хорошая мысль. На стене есть зарядник. Твой костюм можно заряжать от источников питания Альянса, которых полно в местах патрулирования. А пока пора взяться за работу. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Элай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня запрел в нашу лабораторию. Это же не то, о ком я думаю. Он самый. И мы отправляем его прямо к тебе, в компании твоей очаровательной дочерки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток без массового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы ЦИ и орбифольда ЛГ. Тогда ты тоже самое говоришь. Начинаю функцию Гильберт. Эй, да, кстати. Условие лутерии. Насчет кошки. Два, один. Бу. О, господи, что на этот раз? А, доктор Штепсель. Господи, ты права. Гордон, не воткнешь Штепсель? Вон там, Гордон. Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Давай, Гордон. Хорошо. Финальная стадия. Начинаем. Начали. Я не могу. Ладно. Ну как, получилось? Сам посмотри. Эй, док. О, слава богу. Как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну, давайте тогда переправим Гордона. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты МАИТ закончил. Ладно, парни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в переданчик. Мы отправим тебя к ЛАЭ. Как раз вовремя. Прекрасно. Три, два, один. Пуск. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосов. Ламар? Эдди! Нет! Вот он. Ламар с ним. Да забудь о ней. Он проходит, папа. Что происходит, Киркет? Я не знаю, что похоже на какие-то поменьки. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим. Его что-то вытягиваем. Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Эй, эй, он вернулся. Я его вы... Не входи в поле, тебя разорвет на части. Мы в сериале Гордона. Что происходит? Если бы я только знал, что такое может случиться. Не волнуйся, Гордон. Вон он. Нет, опять мы его пускаем. Кто это был? Неужели... Гордон Фримен? Он не проскочил. Ну, а тогда... Где же он? Сзади. Выключай, выключай! Гордон, уходи отсюда! Беги! Спускайся вниз, я найду тебя позже. Беги! 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 Эй, Гордон! Цитаделья полная боевая готовность Никогда такого не видел Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая Это опасный путь, но там много наших Они помогут тебе, чем смогут Я бы с тобой пошёл, но нужно присмотреть за клейнером Да, чуть не забыл Кажется, ты потерял это в чёрной мезе Удачи, приятель, она тебе пригодится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА